Воу-воу-воу-воу-воу! Новый Бравлер! Ребятки, если хотите так же, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вводите код Аурума в магазине, и как только появится новый Броу Пасс, я обязательно его разыграю. И вы точно так же сможете увидеть эту анимацию, если выиграете в конкурсе. Но осталось всего лишь чуть-чуть дождаться выхода нового Броу Пасса, а вам, конечно же, подписаться и не пропустить тот самый ролик с конкурсом, где будет разыгран не один Броу Пасс, а даже сразу несколько Броу Пассов. Не забудь код Аурума в магазине, прямо сейчас. В этом видео мы купим весь Броу Пасс, я покажу, как это выглядит, что же нового появилось на Броу Пассе и каким он будет. Кроме того, мы увидим во всей красе новый скинчик на Кольта, увидим Белль, а также новый скин на Белль. И в конце ролика обязательно сравним Белль со всеми Бравлерами в игре Броу Старс. Если вы уже влепили лайк, подписались на канал и ввели код Аурума, тогда давайте покажу вам, как выглядит покупка нового Броу Пасса. Сначала тратим 249 гемасиков на Броу Пасс премиальный, а потом по 30 гемов, чтобы купить его полностью. На 30 степе мы видим Белль. И напоминаю, ребят, что пока мы не дойдем до 30 степа на Броу Пассе, то Белль не будет падать с сундуков. Хнык, хнык, напишите в комментариях, после обновы стоит ли мне забирать с Броу Пасса Белль, либо же попытаться ее выбить. Ну и на 70 шаге новый скин на Белль. По большому счету, кроме этого ничего не поменялось. Мы также будем видеть гемы в Броу Пассе, мы точно также будем видеть пины, золото и сундуки. Самая первая награда за купленный Броу Пасс это новый скин на Кольта. И выглядит он действительно очень-очень прикольно. Где-то во вселенной улыбнулся один арткул. Но не стоит слишком обольщаться. Если войти в бой, то понятно, что изменился только внешний вид. К сожалению, не меняется анимация атаки, гаджета или ульты. Но как дополнительная мотивация к покупке Броу Пасса годится. Скин реально в стиле Дикого Запада. Такой, знаете, техасский кольт вырисовывается. Ну а на 30 степе та самая Белль. Ребятки, новый снайпер в игре. Пайпер, а ну-ка подвинься. Агромедная дальность атаки. Очень интересная атака, ульта и гаджеты. Но давайте по порядку. Белль стреляет дальнобойным электроразрядом, нанося урон всем пораженным целям. После небольшой паузы разряд перескакивает на любую ближайшую цель и наносит урон. Этот процесс повторяется, пока в зоне досягаемости есть подходящие цели. Дальность стрельбы просто ошеломляющая. Это действительно новый снайпер в игре. Ну и ее особенность, которая очень напоминает, как это делает Джесси. Я не знаю, с чем еще сравнить, но скорее всего можно сравнить с Джесси. Опять же, расстояние очень маленькое и есть определенная задержка. Но когда вражеские бравлеры в 3 на 3 стоят рядом, то будет достаточно эффективно. Ульта. Белль стреляет трассирующей пулей, которая помечает пораженного противника. Помеченный противник получает больше урона, вне зависимости от источника урона. Одновременно может быть помечена лишь одна цель. На практике довольно годная история, но, к сожалению, нельзя пометить, чтобы было видно в кустах. Я подумал, что ты помечаешь и видишь такой вот прицельчик, когда цель заходит в кусты. Но нет, к сожалению. Урон от суператаки не очень большой, но опять же, если вы играете в 3 на 3, то ты пометил один раз цель, и любой твой тиммейт, попадая в эту цель, наносит больше ей урона. В целом, мне кажется, довольно интересная ульта и такая скиллозависимая темка. В 3 на 3 точно будет юзаться. Звездные силы. Первая звездная сила будет называться положительный отзыв. Белль получает 25% защиту от урона при каждом попадании ее электроразряда в цель. Ну, то есть мы просто шмаляем направо и налево, и если попадаем, получаем небольшой щит, который действует, ну, буквально секунду или две, и при этом 25% наносимого урона мы не будем получать. Скажу вам по секрету, забегая наперед, что без этой пассивки вообще довольно сложно пвпшиться с кем-то. Но это мы увидим чуть дальше, когда сравним Белль со всеми бравлерами в игре Brawl Stars. Вторая пассивочка — заземление. Противник, помеченный супером Белль, не может перезарядить оружие в течение 3 секунд. Тоже довольно годно, и эти 3 секунды играют огромную роль, если ты, например, выстрелил ультой в соперника, который уже разряжен. То есть, представь, он 3 секунды вообще ничего делать не может, он тупо будет от тебя убегать. Но давайте проголосуйте в комментарии, как вам кажется, что лучше 25% щит, если ты попал во врага, или же если ты ультанул во врага, он не может перезарядиться 3 секунды. В общем, ваше мнение в комментариях. Гаджет Белль — это, по сути, капкан. Белль ставит ловушку, которая реагирует на противника взрывом. Ловушка наносит 500 единиц урона и замедляет всех бойцов в зоне поражения на 3 секунды. Ну, как для гаджета, довольно годно. Ну что ж, ребят, а теперь давайте, наконец-то, устроим ПВП по правилам Дикого Запада. Тот, кто выживает, тот побеждает. И, ребят, с самого начала у меня был выбор, юзать первую пассивку или вторую. Вторая никак не повлияет на дуэльки, а первая существенно, потому что это 25% защиты. Но, всё-таки я возьму первую, и сейчас вы поймёте, почему. Шелли максимально уверенно проходит. Нита тоже. Но тут батл на новых скинах. И кольт! Да, ну он же король Дикого Запада. Бул! И вот здесь я удивился, потому что понял, что я что-то сделал не так. Неправильно выбрал дистанцию, поэтому була ставим немножечко поближе. И тут бул, конечно же, чемпион. И обратите внимание, у нас уже какой по счёту бравлер, а наша Белль всё отлетает и отлетает. Джесси тоже побеждает. Братец Брок тоже. Да, вы, наверное, подумаете, что донный персонаж, но нет, метальщиков всё-таки может победить. Бо проходит Белль. Восемь бит ожидаемо тоже. Эмс! Блин, я уже, мне не терпится, чтобы увидеть, как она с Легами будет справляться. Но давайте посмотрим чуть дальше. Ох, здесь тоже Изи Вин. Выпадет Лего. Эль Примо. Тоже. Барли. Ну, блин, кстати, обратите внимание, 700 хп осталось. То есть ещё бы одна тыка, и она бы умерла. А вот Поко, она побеждает. Может, я мискликнул на Поко? Вы же знаете, да, что я играю на двух устройствах. То есть и Кодаурма, это я, и выпадет Лего, это тоже я. Поэтому, может, мискликнул? Роза побеждает. А вот тут было интересно. А Рико всё-таки пал от рук Белль. Не всё так безнадёжно, казалось бы, но Дэрил проходит тоже Белль. Пенни или Белль? И неожиданно Белль затаскивает. То есть какие-то бравлеры есть, всё-таки которых она может победить. Вот так вот. Минус Карл. Джеки оказалась сильнее. Хм, на такой дистанции у Пайпер нет шанса. Но это дуэль снайперов, поэтому... Вы же понимаете, ребят, если бы я поставил Пайпер чуть дальше, то, конечно же, она победила. Так что Пайпер по-прежнему остаётся самым топовым снайпером в игре. Ожиданно, наша толстая тётушка проходит Белль. Против Фрэнка, очевидно, тоже нет шансов. Би-би-ближник, поэтому не подходите на Белль близко к ближникам. О, ещё один кемпер. Кемпер против кемпера. Вау, затащила Би, класс. Ух ты, а здесь тоже было неожиданно 560 хп. Эдгар не оставляет ни единого шанса. Мортис. Но было бы странно, если бы он проиграл. Тара, детка, ты крута. И Джин тоже выстреливает немножечко раньше. Спорный, конечно, момент, согласен, но как есть. Макс побеждает. Ух, а здесь ничейка. Проходит Спраута. Может, у неё ещё есть шансы? Может, она победит всех бравлеров, а? Прожимайте лайк, если болеете за Бель. Вау, вы только лайк поставили, и она проходит Байрона. Нас с тёмным лордом Спайком ей не справится. А вот с Вороном повезло. По-другому никак не скажешь. Леон. Эту битву я ждал очень долго. Ничья? Серьёзно? Сэнни побеждает. Амбер? Нет. Нету шансов у Амбер. Гейл оказался сильнее. Кто же из кроматических сможет поддаться немножечко нашей бандиточке? Это точно не Вольт. Оу, а Калет не смогла в такой ПВПшечке осилить. Лу в своём топовом костюмчике. Ничья, ух ты. Давай, Бель, за всех котов в галактике. О, сработало. 140 хп, но всё-таки победила. Ну и теперь Бель без скина против Бель со скином. И побеждает... Побеждает, ребят, дружба. Вот такая вот дуэлька у нас была. Бель против всех бравлеров. Хочу подчеркнуть, что это просто наглядное взаимодействие. Бель против всех бравлеров в игре Brawl Stars. Конечно же, на полях сражения всё выглядит абсолютно по-другому. И даже самый слабый бравлер в ПВП в такой дуэльке, он будет очень имбовым. Ну, точнее, может быть очень имбовым. Потому что мы не рассматривали здесь вторую пассивку. Мы не рассматривали здесь гаджет. Да и вообще, лоб в лоб идти на большинство сильных ближников не имеет никакого смысла. Но, надеюсь, эта вся движуха вам понравилась и вы увидели, как ведет себя Бель против всех бравлеров. Прожимайте прямо сейчас лайк, подписывайтесь на канал. Ну и ждем новый снэкпик. Не пропустите новый ролик на канале Аурум ТВ. И не забудьте прямо сейчас ввести код Аурум. Потому что Brawl Pass уже скоро. И как только он появится, я разыграю его среди вас, ребят. Ну, а также на моем влоговом канале вышел новый ролик со Степой, Даней и вообще всей семьей Холдика. Не забудьте его чекнуть. Всех обнял. С вами был Аурум. Пока, ребят.